Главный урок катастрофы Суперджета. 14 мая 2019 года. Главный урок катастрофы Суперджета. Деловая интернет-газета «Взгляд» под заголовком «Главный урок катастрофы Суперджета» опубликовала комментарий старшего научного сотрудника Центра анализа стратегии и технологий ЦАСТ Михаила Барабанова на тему обстоятельств катастрофы пассажирского самолета. 89098. Авиакомпания «Аэрофлот» в московском аэропорту Шереметьево. 5 мая 2019 года. Пожар пассажирского самолета «Сакхой Суперджета ССЖ-100». Авиакомпания «Аэрофлот». Регистрационный номер «РА». 89098. Серийный номер 95135. Собственное название «М». Карим. После катастрофы в аэропорту Шереметьево. Москва. 5 июня 2019 года. С. РИА Новости. Предварительные данные о катастрофе Суперджета в аэропорту Шереметьево говорят о том, что она могла произойти в результате череды ошибочных, если говорить мягко, действия экипажа воздушного судна, когда летчики перевели управление в ручной режим. А затем не справились с достаточно рутинной посадкой в этом режиме. Ошибка экипажа в качестве основной причины катастрофы сама по себе не является чем-то из ряда вон выходящим, если бы речь не шла о своего рода системе в отечественной гражданской авиации. В Соединенных Штатах не было ни одной авиакатастрофы со значительными жертвами на больших регулярных пассажирских линиях с 2001 года, в КНР с 2010 года. В России почти каждый год происходит одна крупная катастрофа пассажирского авиалайнера со значительными человеческими жертвами. И это при гораздо меньшем налете и объеме воздушных перевозок. Статистики Международной Ассоциации Воздушного Транспорта Уровень безопасности авиационных перевозок Число авиационных происшествий к человеческих жертв применительно к объему перевозок. В России СНГ в последние десятилетия является одним из наихудших в мире, а в 2018 году стал вообще худшим в мире. Уже хуже Африки, где за последние годы, наоборот, наблюдается существенный прогресс в сфере авиационной безопасности. В 2018 году в СНГ на миллион полетов разбивался в среднем 1,19 реактивных гражданских самолет и 7,48 турбовинтовых пассажирских самолетов. В Северной Америке этот показатель составил всего 0,1 для реактивных гражданских самолетов и полный 0 для турбовинтовых самолетов. А в регионе Северной Азии, куда отнесен и Китай, потерь самолетов обоих классов не было вовсе. И что самое плохое практически все катастрофы гражданских воздушных судов в России и СНГ происходят исключительно по вине летного состава. С 2010 года из 12 падений пассажирских самолетов в России, включая ТУ-154МВКС под Сочи, только в одном случае причиной был чисто технический отказ вынужденная посадка древнего Ан-24 на ОПИ за остановки двигателя в 2011 году. Все остальные крушения со значительными жертвами происходили, согласно данным расследований, вследствие неправильных действий летного состава, 10 катастроф, или наземного технического персонала, катастрофа АТА-72 в 2012 году. Еще несколько крупных авиационных инцидентов, вызванныхся целочеловеческим фактором, по счастью, обошлись без жертв. Катастрофы ССЧ 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 ССЧ